Мама, someone broke my heart again Tell her I don't think I can take it anymore Привет, привет! Всем привет! Сегодня у нас с вами будет коробочка красоты, которую я почему-то получила позже, чем очень многие. Но, кто его знает, кто его знает. Коробочки у нас теперь превратились... Я даже всю ее поднимать не буду, потому что она просто гигантская. Вот такого размера, но вы уже видели, это реально в два раза больше, чем то, что было раньше. И все потому, что мы получаем с вами... Что мы получаем с вами? Журнал. Вот такой вот журнал от за месяц. За месяц июнь. Значит, коробочка была за месяц июнь, скорее всего. В общем, вот такой женский журнал «Ад». Что мы тут можем... Ну, знаете, что мы здесь можем видеть? Обычные картинки, как в любом другом женском журнале. Это такой достаточно журнал. Не совсем молодежный, не совсем взрослый. Такой, знаете, промежуточный какой-то возраст. Мне кажется, он будет интересен всем. И более молодым, и девушкам постарше. Ну, тут опять же какие-то израильские звезды в своих нарядах. И, как всегда, тут обсуждение, куда, по чем, зачем, стоит, не стоит. Вот тут бар Рафаэль, ее мама и так далее. Как будто прямо вот мне всегда кажется, что всем только интересно пообсуждать, посмотреть, а что там звезды. Я сама никогда не люблю вот этот, знаете, раздел... Как это называется по-русски? Сплетни? Да, сплетни. Мне вот это... Кто с кем, знаете, спит, кто с кем развелся, не люблю. А вот так вот как-то еще фотографии... Ну, ладно. Так, у нас здесь есть... Сказать, что это флайер, даже нельзя. Целый такой А4 размера шедевр с разными описаниями. Кстати, не написаны цены продуктов. Почему-то они перестали это писать, и мне это не нравится. Как-то это странно. И вот так все это добро выглядело. Развязываем бантик. Так хорошо еще пахло. Первое, что я достаю... Или пьянку. Вот такая вот штука. И что нам здесь пишут? Так, шампунь или размягчитель. А что у нас здесь? Что это? Шампунь или кондиционер. Тут написано шампунь-кондиционер. Это кондиционер. Классно мне это подходит. Я кондиционеры разные больше люблю, чем разные шампуни, потому что как-то к шампуню я отношусь более ответственно и не люблю, знаете, скакать туда-сюда. Итак, шампунь или кондиционер с кератинами. Та-та-та. Вообще такой супер-классный. И вот то, что мне понравилось. Вот я сейчас вижу последнюю фразу. С природными силиконами. Да, здесь у нас на второй позиции есть, первая позиция вода, вторая позиция диметикон. Ну да, диметикон это типа природный силикон. Знаете, я отношу даже минеральное масло, которое, продукт нефтехимии, тоже к достаточно природным веществам. Потому что, по сути, нефть это, да, вот там разгнившая травка, как уголь, как все остальное. Поэтому диметикон, который, из чего он там у нас вырабатывается? По-моему, из растений, да, что-то каучук. Может, я не права. Но тоже с помощью химического процесса, как бы, да, вот можно спорить, а химическое это или это натуральное. Но все мы знаем диметикон. Это разновидность силиконов. Такой, знаете, самый такой силиконистый силикон. Он, по-моему, после силикона простой. Вот диметикон, это вот следующий его, и он самый популярный. Ну вот, с природными силиконами и, ну ладно, ничего такого здесь особенного нету в составе больше. Абсолютно. Вода и диметикон. Реально. В общем, ну да, вот. Я бы не стала, я не знаю, сколько эта марка стоит, но я бы не стала за нее платить больше там, да, как. За какой-нибудь Pantene, и то по скидке. Так что, если это какая-то марка дорогая, реально, я не думаю, судя по названию, всему, нет, оно того не стоит. Поэтому, ну, кондиционер и кондиционер с диметикончиком. Так, дальше, что мне попадает в руки, вот такая вот штучка для ресниц. Щипчики для ресниц. Ну, щипчики для ресниц, ладно, я не пользуюсь. Я думаю, что многие пользуются, кому-то пристрою в хорошие руки. Так что, да, неплохая вещь. Так, следующее, что мне попадается, виши, пробничек, солнечный фильтр. Ну, да. Замечательно всегда иметь такую малютку. Дальше мне попадается и в Роше, что пишут, что пишут. Пилинг для тела. Это тоже еще один продукт, которым я не пользуюсь. Я не люблю пилинги никакие. Они мне просто неприятны на руках, поэтому я не пользуюсь никакими больше скрабами для лица, потому что мне просто это противно на руках. Мне это неприятно. Для лица я предпочитаю щетку с моющим средством, щетку с каким-то очищающим средством, но пилинги нет, поэтому это тоже пойдет в хорошие руки. Я знаю, что очень многие любят. Я просто вот реально мне неприятно на руках вот это вот нечто такое вот в виде песка размазывать по своему телу. Дальше мне попадается крем для тела фирмы Тамар. Мне рассказали, что это не крем, это лосьон для тела фирмы Тамар. Мне сказали, что это такая очень достаточно пожилая израильская марка и очень неплохая. 250 мл. Это полный размер, по-моему, да? Да, это полный размер. Написано 50 лет, а не на рынке 50. Так что вот какая-то известная марка израильская, оказывается. Но, может быть, она где-то, знаете, не в больших сетях продается. Я не человек, который выискивает все время где-то что-то. Так, разрешение Министерства здравоохранения. Есть солнечный фильтр, витамины. А где состав-то? Посмотрите, что у нас здесь. Вот состав вода, масла туда-сюда. Вы знаете, а нормальный такой состав, прям приличный. Прям вообще. Кстати, того что-то я того диметикона так и не вижу, вообще не вижу никаких. А, вот он есть, диметикон, но он реально в середине. Так что уважуха вполне прилично. Еще если здесь есть солнечный фильтр, который... Вот тут написано, фильтрует три вида разных лучей. Наверное, вам все равно не будет видно, то вообще классно. И он в спрее, что очень удобно, да? Замечательно. Я вообще солнечными кремами тоже пользуюсь. Видите, вот такой вот спрей. Очень удобно. Не люблю вот это вот намазывать что-то. А вот эта вот штука очень легкая, очень классная. Это израильский доктор Фишер. Но я думаю, по-моему, мне говорили, что у фирмы Горанья есть нечто подобное. Или у кого-то еще. В общем, попробуйте на это лето, если есть какие-то еще у вас другие марки, которые выпускают именно в виде спрея вот эти вот солнечные фильтры. Так, здесь у нас какая-то фигнюшка на Ив Роше. 20% скидка на весь магазин. Но проблема в том, что, по-моему, я видела... Вот в центре я видела один у нас в городе Робанган, да, в каньоне Айлон я видела их филиал. Больше я нигде не видела в центре. Я не гоняюсь за магазинами, специально не еду в торговый центр, чтобы посидеть этот магазин. Даже если магазин с одеждой, я редко делаю такое. Только если мне надо что-то найти там, уж я знаю, что оно там есть, как бы другой размер или другого цвета. Да, я могу. А вот так специально, чтобы поехать куда-то за какой-то маркой, вряд ли я это сделаю, но пусть лежит. Ладно. Так, кстати, если вы знаете, где в центре еще есть этот магазин, напишите, может быть, я там буду проходить. Изране спасибо. Значит, дальше какое-то органическое масло, масло, мыло с органическим маслом. Вот такое настоящее мыло. То есть это мыло с мылом. Да? Первый у нас состав органическое кокосовое масло. Органическое пальмовое масло. И потом, да, лаванда. Любопытно. С большой радостью попробую. Люблю вот такие интересные небольшие продукты, когда можно это мыться. С удовольствием. Вот что пахло лавандой на всю коробку. И дальше у нас... Эх ты! Не вылезает никак. Так. Так. Intense Mood Photo Body Spray. Вот такая вот штука от фирмы Минус 417. Это фирма продуктов Мертвого моря. То есть Минус 417 это уровень Мертвого моря относительно Мирового океана. Я такая умная. Что-то страшное прям. И, как я говорила, я эту марку в Израиле в продаже видела один раз в магазине Duty Free. Больше я ее не встречала по сути нигде. Наверное, опять же, где-то оно есть, только не в больших сетях. Но да ладно. И тогда мне попалось, по-моему, масло... Да, вот такая большая масло для душа. Вот это. Как бы, да. И оно мне понравилось. Так что здесь у нас что? Спрей для тела интенсивное. С минералами Мертвого моря, интенсивное увлажнение, витамины. Для баланса та-та-та-та кожи. Ну, в общем, да. Посмотрим сейчас, как он внутри выглядит. А что у нас в составе? Полюбопытствуем. А, вот здесь же написано по-русски. Фитоспрей интенсивный. Уход для тела на основе грязи Мертвого моря борется с эффектом апельсиновой корки. То есть от целлюлита тоже поможет. Кстати, целлюлит, если кто-то не знает и считает, что он может как-то с ним бороться, это продукт, по сути, работы женских половых гормонов. Поэтому пока у нас есть женские половые гормоны, у нас будет целлюлит. И по этой же причине целлюлит появляется у полных мужчин, потому что чаще всего жир, он гормонально активный, и он вырабатывает у мужчин большое количество женских половых гормонов. Поэтому у них отрастают птички, когда есть толстая пузо и все остальное. Поэтому берегитесь жира, который в районе живота, потому что он гормонально активный, он вырабатывает женские половые гормоны. Поэтому и у мужчин появляется целлюлит, А у женщин целлюлит появляется просто потому, что мы живем в женских половых гормонах. Так работает наш организм. И когда совсем нет целлюлита, значит, скорее всего, очень мало гормонов. Я такая, ой, второй раз удивляюсь. Я такая умная, что это просто, знаете, что-то страшное. Меня пора убить. Я слишком много знаю. Меня пора убить. Так, что я читала? Эффективность во время клинических испытаний. Он еще эффективность подтвердил во время клинических испытаний. Средства на основе, которые... О, прям жуть. Ну, в общем, как я понимаю, это просто увлажнялка для тела с минералами Мертвого моря. Так, и состав последний у нас. А где состав? Состав где-то спрятали, чтобы не глотать. Вот эта надпись «не глотать» – это все время единственное, что меня останавливает, чтобы не выпить крем для тела, не съесть помаду, не наесть. Вот эти шарики, знаете, которые в пакетики кладут против влажности в обувь. Вот когда я вижу надпись «Don't eat», я понимаю, что если бы не надпись, я уже просто готова была их заглотить. А состав-то у нас, знаете, вот столько всего написано. А состав на попочке. И попочка нам говорит, что у нас здесь вода. Какой-то тут джуз. Знаете, ничего. Да, нормальный состав. Даже это вот, это минералы Мертвого моря. Прям так вот поначалу, буквально в первой пятерочке. Проверим сейчас на силикон. Слушайте, неужели силиконов-то и нету, а? Походу нету силиконов, что я не вижу. Или где-то они в конце, или я их пропустила. Я обычно, знаете, как просматриваю касательно силиконов. Вообще все, что оканчивается на кон – это разновидность силиконов. Но я всегда просматриваю где-то первые пять позиций. Если там нету ничего с окончанием кон, значит уже нормально дальше. Да? Чем ближе к началу, соответственно, тем больше количество этого вещества в продукте. После пятой позиции как-то мне все равно, что там уже какие коны, сколько там добавлено их. Все на этом. Да? Все. Остались одни только нарезанные бумажки. И все пахнет дико вот этим мылом с запахом. Что у нас здесь? Да, лаванда. Вот, кто любит мыло с интенсивными запахами, вот оно такое есть. Сделано в Америке. Да. Все. Большое спасибо всем за просмотр. Надеюсь, вам было интересно. Я вам скажу, коробочки стали реально. Можно обсуждать, насколько они подойдут именно мне или не подойдут именно мне. Но сказать, что наполнение какие-то пробники, а вот иногда смотрю российских блогеров, у них реально одно дерьмо. Но, извините, это нельзя назвать никак дерьмом. Как бы наполнение очень приличное. И причем тех продуктов, которыми ты реально можешь пользоваться, ты можешь кому-то подарить. Потому что, скажем, да, вот мне два вот этих вот для тела интенсивных чего-то не нужно. Я могу вполне что-то подарить. Потому что, ну, да, реально это хорошие продукты. И это, и это. И, ну, это кондиционер, как бы, да, там, силиконы. Но мы все знаем, где нет этих силиконов. Все. Всем спасибо. И пока-пока.